уже доедай или их больше можно понять какой же стас наш слон это ты что скинул там это опять зил и стаж жестко прожмеля но я могу и это открыть типа еще немного отсрочить просмотр трибунала ладно давай глянем что тут написано точнее не написано что тут видосе сказано зима и стаж жестко про жмеля грамм наш вопрос к стасу почему жмель так лоялен к штефанову ну а ты смотришь зил стримы шмеля очень очень лояльно да но последнее время нет а я наоборот последнее время даже на бусте подписался чтобы там там кстати так мало подписчиков я прям но я там вообще я думал там ну из комментариев знаешь какие-то тезисы у жмеля просто на бусти мало подписчиков там больше тридцатки просто там не все подписчики именно бусти там бусти прикреплено еще привязано к вк play live и поэтому просто фолловеры вк play live и вроде как засчитываются как и подписчики на бусти что ну как бы не всегда не всегда совпадает с тем что они на бусти какой-то контент смотрят блин мне не нравится смотреть нарезки с вырезанными донатами потому что у жмеля у него у змея у жмеля у него офигенные зрители они очень крутые замечания дают я на самом деле некоторые тезисы у них часто беру ну и вообще как бы крутой комьюнити для этого кстати хорошо смотреть полную версию они в записи в свободном доступе бесплатно во вконтакте в к play live и на кике остаются на кике где-то на один месяц потом по правилам площадки удаляются но но очень можно посмотреть она очень освобождает потому что я когда ролик выкладываю там у себя даже свой на бусте я там получаю блин такие ценные комментарии которые я потом уже вставляю в этот ролик выпускаю его в публичный доступ я со жмелем говорил типа ты чё такой добрый жмели у него нет цели понимаешь у нас я не знаю как у тебя но у меня цель прям там когда я кого-то ненавижу когда у меня с кем-то конфликт у меня цель прям уничтожить оппонента да и все в ничего остатно не получается но большинстве случаев это просто к эмоциям сводится и ни к чему больше типа нету цели уничтожить да и и не стоит изначально придерживаться ты таким образом создаешь эффект завышенных ожиданий нет ничего святого до в отношении него вот просто абсолютно хочется вот безапелляционно уничтожить а жмель вот он просто общается он просто комментирует ну типа жмель просто в принципе добрый я не знаю ни одного человека которого он смотрел там ролик и начинал бы прям жестко как-то оскорблять вот как я вот тут стас явно то явно не не так часто меня смотрит потому что есть люди чьи аргументы они просто выходят все грани разумного и даже грани безумия и поэтому и поэтому формулировки по типа выродок вырожденец ебанат конченый блять шизофреник они с моей стороны очень часто очень часто используются но там не только по отношению к каким-нибудь там совсем ебанутым типа камикадзе ди но и к тем кто на политическую деятельность более массовую более масштабным по аудитории претендует типа ну наверное ярчайший пример это владимир милов это вообще отбитый отбитый ублюдок конченый но претендующий на то что он политик и будет дальше политиком вот такое есть но чем радикальнее формулировки тем и радикальнее отношение к этим людям потому что в каких-то вопросов могут даже теоретически быть правы и совсем ебнутые вроде владимира милова но на мой взгляд в минимальном количестве случаев тогда же как у того же александра штефанова есть просто фактологический материал с которым поспорить не получится бывают и его ошибки которые важно отметить и важно упомянуть и что является уже для него большим большим при большим минусом который его лично ну очевидно задевает что он не любит допускать фактологические ошибки и по этому поводу и нужно также работать как и манипулятивный момент ну тот который так таковым кажется мне но исходя из этого именно поспорить по бьющий по нему уже самым болезненным образом фактологии трудно я очень добрый особенно по-доброму он обошелся с соком добрый а чё ты такой веселый то а чё тебе весело то так это еще и это еще цветочки сравнении с высказыванием высказываниями по совсем на мой взгляд конченым шизофреником не сказал что жмель добрый я бы сказал что жмель лояльно относится к своим оппонентам вспоминая что он такой так мне прислали видео где одному из ублюдков с крокуса отрезают ухо я доволен это понятно понятно я имею ввиду вот это например ну здесь вообще у меня нету никаких граней нет никаких красных линий и я доволен здесь абсолютно всем я даже просто более корректные примеры привожу о том что с и оппонентами потенциальными оппонентами заочными в их адрес я могу тоже очень и некорректные формулировки оскорбительные использовать и добрым я в данном случае не являюсь корея отрицательно добрым ношение той деятельности которые мы занимаемся в интернете все не ну это понятно в принципе почему бы ему не быть лояльным к штефанову учитывая то что штефанов там жмеля не оскорбляют ну и тем более что фанов приносит ему немало денег каждый раз когда там штеф подключается к нему на стрим там просто комментарии про всем известное приспособление для ну который еще использую знаешь там всякие ребята для того чтобы там но во время кроссфита например шины им отбивают вот они в отношении господина александр штефанова очень много таких сообщений что хотят с ним кроссфитом позаниматься отсылают и поэтому жмель я думаю тоже довольно но это он сам подмечает что охваты увеличиваются из-за этого не конкретно комментариями по типу штеф плюс кувалда равно любовь на эти комментарии то мне похуй также как и на комментарии по похожего содержания про меня где-нибудь из карельского бальзама но то что это привлекает зрительскую аудиторию да и в принципе донаты и правда ну да видишь на вот подумать несмотря на все в основные же тейки реально от жмеля берут так что предъявлять ему что он как-то из-за лояльности это закрывает глаза но это наверное некорректно потому что многие все равно они идут от жмеля он смотрит а достаточно объективно на картину так что ну я вообще никого не знаю вот там из youtube пространство кто был в истории современной россии разбирался лучше него ну вот реально он там какие-то вещи говорит потом лезешь за ним проверять и такой о реально еще там что-то подмечаю поэтому слушай я некоторые ролики штука на здесь кто кого смотрит да и вот например правильно упомянул зио евгения норина я думаю побольше инфы чем у меня и таких людей до хрена просто охват их аудитории их медийность тоже важна и не всегда много аудитории у таких людей я не сказал что я пиздец медиагигант ну пока что более-менее смотрят люди на про историю современной россии но я не видел чтобы норин сидел смотрел чьи-то ролики там и комментировал это тот важный момент как раз то что то что не знаю таких людей которые лучше бы разбирались или просто нету у них такого же контента не стримят они сами вживую что-то просматривая что-то комментируя а вместо этого у них лекционные материалы какие-то выступления или ну что то что они могут написать в телеграм-канале ну тут просто менее менее что ли популярный контент по в том числе и охвату аудитории а так-то разбираются они не хуже а скорее лучше чем я это делаю посты в телеграме и на бусте также у него текста довольно таки большие посвященные истории не хочется буковы читать буков этих буков тихо тихо их можно залить в этот в бот который тебе переведет новым голосом так что это тоже легче буковы прочитать прикинь норина слушать голосом гиркин прибыл после начала я готов слушать текст действительно только в озвучке от профессора как вы там звали про русов и ящеров да-да-да-да-да как я не знаю как как его конкретно зовут но я да но имеется голос с вами профессор с вами правило но что даже как такой не знаю но он у него и зрители очень крутые то есть там я наверно процентов права вот что я беру со стримов же меня допустим в какую-то аргументацию да из 100 процентов того что я беру от жмеля только 70 на самом деле там остальное его зрители накидывают мне прям нравится но его аудитория очень крутые ребята поэтому я тоже иногда проверяю тезисы которые не накидывают но там далеко не все правда потому что много не же ли там и из контекста вырезаны и просто накидано некорректно передано ну и так далее а да но здесь гораздо легче потому что с какого-нибудь анонима в чате или в донате с просто никакого взятки гладкие чтобы они не написали ну и какая разница правда это или неправда но иногда бывает интересные аргументы тут согласен не себе но хороший комьюнити тоже это можно сказать лицо блогера так что да так что такой противовец предыдущим роликом про комментаторов в том числе и в карельском бальзаме но и у меня в чате про то какие людоеды сидят и тут уже ну в том числе и про этих людей которые про кувалду пишут про то что какие они веселые охуительные ребята от слова нет лица но уж миллионе вы кстати комьюнити очень токсичная но но она разнообразная бы сказал так даже так то есть когда мне кажется обычно людям еще это обычно у него если тысяча две зрителей то все идет такие ну так как обычно а вот когда зрителей больше там столько токса это кто-то вижу что-то не так сказал моргнул все нахуй не сравниться аудитории хесуса и про себя и и про попытки наверно запуск рубрики кто разъебет александра штефанова аудитория надеялась что вот час зио придет и аргументационно разъебет штефанова без права на реабилитацию и потом в самой дискуссии разочаровались и стали писать что дать клоун пришел какой-то ну и хуйня токсичность аудитории все-таки целиком и полностью согласен там конечно это да это тоже но мне кажется я не вае там к и так сказал моргнул все нахуй не сравниться аудитории хесуса там конечно это да это тоже любого там блогера у которого большой онлайн такие зрители все равно будут причем такие зрители порой приходят и от других контент-мейкеров и от стаса и как просто в том числе приходит посмотреть чё там за контент стаса или штефанова сейчас это неразрывно связано одно с другим конечно найдется хотя нормально тем несколько штук злобный пропагандон 500 рублей но для дебатов жмель есть он на себе этот фронт силой печени держит и турбинирует не злой жмель для дебатов это не очень при роли них слишком сложный там и надо смотреть очень много и во всех у не разобраться чтобы понять кто прав потому что уж требуешь требуха у него даже когда его прям юб ты хорошо блять приезжали к стенке он начинает вилять блять там такое не знаю а по поводу жмеля как вот это есть проблема у нас не должно быть все завязано только на одном жмеле понимаешь нам нужно больше людей которые вполне себе способны дебатировать и такие люди есть опять же ну но я знаю например можно привести к имену арена можно привести в пример магазин ковров роскошный опять же он впал да есть у нас люди которые умеют в дискуссию и могут дебатировать просто от этого понимания дебатов и как нужно себя вести на дебатах у примеру того же стаса и как просто не изменится вполне хороший дебатер как показала практика у него был разговор с и штребухом где который он вполне себе хорошо вывез так что если кому интересно посмотрите и нужно чтобы не только одного жмеля приводили в пример как раз таки потому что представьте что жмель это как родственник родственник не вечен особенно который бухает и представьте что жмель в один момент испариться знаете вот как джин в бутылку из-под алкашки возьмет втянется короче и все и эту лампу никто уже потереть не сможет бутылку выбросит в океан засуну туда записку и она уплывет безвестности и жмель на какое-то время будет заточен в этой самой бутылке и кто у нас останется да на какое-то время таких случаях скорее всего навсегда что вы будете паниковать вы будете кричать что все пропало что наш сейчас секунду что наш единственный слон еще вряд ли большинство так к этому относится что все больше некому дебатировать да есть кому да и мне не так часто приходится дебатировать отнюдь не все хотят или просто даже не обязательно дебатировать как полноценный формат дебаты с такой вот вывеской с модератором который это ведет просто дискуссия и есть люди которые могут в дискуссию и в большинстве случаев то и без моего участия все проходит нет нет нам нужны другие люди нам нужны свежие лица нам нужны те люди которые смогут постоять блять за честь информационной войны в россии в информационной войне соответственно должны не все держать на жмеле жмель хорош но жмель не вечен и жмель не должен быть единственным рупором так что продвигайте всех остальных не надо все держать только на жмеле но вот кого конкретно продвигаете в именно медийную сферу для таких дебатов у каждого же свои будут предпочтения вот как сам зио писал музей уже и не воспринимает стаса как дебатера но мне скидывали его пост в телеге после общения стаса со штефановым на его стриме о том что ну что то он написал там по типу блять стас я хотел несколько часов аргументов про маленькую письку про то что от тебя воняет они вот это вот когда там приехал гиркин на донбасс вот значит уже по дефолту такой контент не может понимать не репатировать не очень получается то есть вот зио стаса и не подразумевает в такой формат контента но есть как он сам говорит я с ним согласен евгений норин тоже очень с аргументационной точки зрения хороший и неудобный для оппонентов дебатер но как часто он с кем-то дебатирует готов дебатировать это уже следующий вопрос то что продвигаете других зависимости от того насколько они сами этого хотят звучит как вы из жмель это какая-то знаешь эссенция да это слишком да сильно звучит потому что хуже уже не будет смотря куда и с какими аргументами еще я возьму я так с батей работает жмель человек что ли кто же выдержать столько функций ёбни и столько хуйни да да не будем ебать у него даже ёбни понимаешь у него даже функция называется это функция блять которая активируется как у робота блять а что если жмель это функция превратили жмель 17 блять соловьев говорил о гранатах жмель 17 думаешь этот человек это бренд это как sky net понимаешь а прикинем потом улице какой уровень но брендами действительно стала сначала это был мем про гранаты не существующие а потом это стало ударным дроном которые сейчас применяются на фронте без моего ведома 5 даже появившись но я не сказал что я против этого типа называйте как хотите и жмель 17 в том числе и даже круто это выглядит но это бренд теперь тонирует в шмеля жмель прости я люблю а чё тут было это сейчас за что было извинение не понял тут просто видео называется зима и стас жестко про земля ну что ж вот вот так вот жестко не знаю за что в конце решил извиняться стас даже сказать тут лютейший был но и тут отчасти в общем не сводится все на мне и так это и не работает просто другие люди не всегда стримеции и контента у них с позволения сказать контента ну я не все что у меня на стримах происходит крутым контентом то сам считаю у них такого не так много в другом формате видео формате меньше готовности к формату очному чтобы дебаты полноценные были но я думаю что евгений норин который упомянул зима он еще более неудобный для большинства оппонентов был бы но тут надо было бы посмотреть как и с кем бы он дебатировал ну с моей стороны да когда мы общаемся с кем-то зачастую это не очень жестко зависимости от того переходит ли оппонент переходит ли собеседник на режим турбинирования режим турбинирования у нас но есть в интернете несколько любителей ставших профессионалами в своей сфере и выглядит это просто нелепо